МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель к выезду в Слуск подошел с тремя викториями. В субботу удалось добыть четвертую, сахарники бодро начали и могли забивать первыми. Вместо этого пропустили на тридцатой. Гомелько не выбил мяч достаточно далеко и был наказан Гомзой. Соловей заработал шестой ассистентский балл в сезоне. Что такое по-настоящему удачный матч, Андрей узнал во втором тайме. Песня 26-летнего нападающего началась на 50-й. Соловей обыграл нескольких соперников, в том числе вратаря, и отправил Круглого в рамку. Привет, Месси! Не проходит и пяти минут, как лучший форвард Гомеля делает счет 3-0, точно в дальний. Хет-трик Соловей оформил на 82-й. Перебросил кипера и отправил в пустые. Это 14-й гол нападающего в чемпионате. Больше только у Дарба. 16-й. Слуцк отыграл один мяч. 17 игровых минут получил восстановившийся после травмы Альфред. 1-4. Гомель делает еще один шаг к медалям. Брестская Динамо принимала славию в качестве фаворита. Мазыряне бьются за выживание. Когда отступать некуда, приходится побеждать. Уже в начале встречи гости распечатали ворота Степанова. Жук забил свой второй мяч в сезоне. Есть в составе славии и более забивные футболисты. Самый успешный в этом плане ганский полузащитник Нарх. На 20-й он вывел свою команду вперед. В целом Брест смотрелся неуверенно в защите и беспомощно в атаке. Одним из провалов на 79-й воспользовался все тот же Нарх. 3-0. Мозырь побеждает, но остается на 14-й строке. Сулящие участие в переходных играх. Гвоздь тура на Борисов арене забивали Батэ и Шахтер. Борисовчане в случае победы воскрешали чемпионскую интригу. Виктория Горняков ее убивала. Под дождем команды созидали с трудом. Работы у Гутера было немного. А отметивший 2 сентября совершеннолетие вратарь Батэ, Кудровец, хладнокровно справлялся со своими обязанностями. Победителя мог определить один момент, и он случился. В добавленное время подача Умарова превратилась в гол. Шок для Шахтера и экстаз для более чем 4 тысяч борисовских болельщиков на трибунах. 1-0. Батэ снова в гонке. Не теоретический, а практический. Игровое воскресенье начинали Минская Динамо и Ислач. Столичным, чтобы сохранить третье место, нужно было обязательно обыгрывать Волков. Самое интересное здесь началось с 65-й. Передачу Бацулы к голевой сделал Ложкин. Кутила на технику бил в 9, но попал в стойку. Легкая неточность Антона едва не стоила белосиним победы. За пять минут до конца за фолл Швецова судья указал на точку. И Созах безжалостно пробил Хаткевича 1-1. Кажется, Динамо уже не спастись. Но проходит чуть больше минуты, и Быков спасает викторию для белосиних. Минчане сохраняют один балл преимущества над Рухом, уступая только Шахтеру и Батэ. Витебск принимал Минск, и горожане забили уже на четвертое. И подача Евдокимова со штрафного и Муниру огорчает Сорока. Остальные мячи забиты игроками команды хозяйки, причем все во второй половине. Операцию возвращения северяне осуществили почти сразу после перерыва. Сперва Лебедев удачно выпрыгнул и обескуражил вратаря молодежной сборной Беларуси пришивалка. Коварный удар в ближний. Чуть позже Ксенофонтов быстро и технично сработал в чужой штрафной, завершив атаку голевым ударом. Уже 2-1. На последней секунде основного времени Вандерсон добил гостей. 3-1. Витебск закрепляется в верхней половине таблицы, Минск еще безнадежнее во второй. Олени против Медведей. В заключительном поединке 23-го тура сошлись представители Гродненской области Неман и Сморгонь. Борьбы в региональном дерби не получилось. Команда лучшего тренера Августа, Беларусьбанк высшей лиги, Ковалевича, начала громить гостей в первом тайме, а закончила во втором. Якимов со штрафного забил перед перерывом, а на старте второй половины гродненцы отличились трижды. Садовничий расторопнее защитников на добивании. Джигера классно замыкает подачу к Антарии. Предварительно Георгий отобрал мяч у соперника. А Грибовский здорово пробил издалее. Круглый влетел в сетку от стойки. Официально болезненный нокаут оформил Сучков. 5-0. Грибовский отдавал. Шестая Виктория Немана в семи последних играх чемпионата. Сморгонь все ближе к возвращению в первую лигу. На экране все результаты 23-го тура Беларусьбанк высшей лиги. В таблице Батте вырвался на первое место и теперь опережает Шахтер на одну очко. Горняки, правда, сохраняют три матча в запасе. Шансы не просто на Еврокубковую зону, но и на золото имеют Минская Динамо, Рух и Гомель. Положение Сморгони почти безнадежно. Славе еще нужно выкарабкиваться. Слуцку, Минску и Торпедо Беласа сбавлять на финише не рекомендуется. Уже на этой неделе пройдут игры 24-го тура.